Если я, например, того же Достоевского плюс-минус критикую, не очень люблю, меня в основном бесят его фанатики, которые бегают, там, Достоевский, наше всё, гений, там, все-все дела, да, я в основном против фанатов Достоевского восстаю. Сам Достоевский для меня, ну, нейтральный, я не считаю его очень великим писателем, не считаю его абсолютно плохим, ужасным писателем. Пушкина, вот, я считаю, плагиатором и абсолютно бездарным человеком при этом, да, вот, Пушкин, ну, как, абсолютно, не очень даровитым человеком, который очень много чего сплагиатил. Достоевский хотя бы самобытный. В Достоевском есть что-то интересное, и моя критика в основном направлена на фанатиков Достоевского, которые переоценивают его значимость в философии, в психологии. Толстой у меня где-то на уровне Достоевского не быдлогал в целом-то. В целом я не то чтобы и Толстого сильно принижаю. То есть Толстой и Достоевский еще более-менее ничего. А Пушкин абсолютно отвратительный, поверхностный, плагиатор. Просто дутая звезда русской литературы. Ничего интересного не написал. Ну как ничего? Да вроде ничего неинтересного не написал. Либо плагиат, либо банальность, либо тривиальность. У нас в Серебряном веке поэт, каждый второй поэт лучше Пушкина, интереснее. Интереснее, живее, глубже, там какие-то свои переживания. Твой любимый писатель Лермонтов Гоголь? Лермонтова я не люблю, Лермонтов типичный романтик, слишком поверхностно. Гоголь из русских писателей мне больше нравится. Если Прозаиков брать, еще Чехова я бы, наверное, сюда засунул. Если вы Лермонтова как Прозаика берете, я бы не сказал, что тот же герой нашего времени хороший, сильно роман. Но он лучше, чем все, что писал Пушкин, безусловно. Он интереснее написан. Но я не считаю, что это мой любимый роман. Тут как-то так. У Лермонтова есть хотя бы стилистически какие-то острые моменты, где он красиво пишет. Лермонтов как поэт неинтересен. Абсолютно нет. Как Прозаик тоже мне не особо интересен. Но герой нашего времени, он реально лучше, чем все, что написал Пушкин. У Гоголя есть сильные очень произведения. В этом плане Гоголя ценим. Чехова ценим. Чехов много чего сделал в литературе. Так что тоже пойдет. И более того, лаконично писал, что тоже классно и интересно. Потому что Египет это цивилизация мертвых. Цивилизация смерти. И главным культурным кодом египетской цивилизации является книга мертвых. И у каждой цивилизации есть свой культурный код, воплощенный в книгах. Вот русская цивилизация это культурный код Евгения Онегин и... Лол. Когда твоим культурным кодом является вторичный поп-роман в духе какой-нибудь мыльной оперы ебанутой. Евгений Онегин это типичная мыльная опера. Прикиньте, целая цивилизация, чьи основания построены на ебаной, обоссанной, тупейшей мыльной опере. Еще и очень плохо написанной. Плохо с технической точки зрения. Вот это я понимаю. Вот это сильно. При том, что, ну, по-настоящему... Приветствую, Евгений, рад видеть. При том, по-настоящему, при том, по-настоящему, давайте будем честны. Основание нашей цивилизации строится на основании европейской цивилизации. Вот в чем проблема. То есть фундаментально важные моменты для нашей цивилизации мы позаимствовали у европейцев. Там наше мировоззрение, религию, науку, разные философские положения. Разные основания в области литературы, кстати, да, как писать литературу. Это нам не Пушкин рассказал, как писать литературу, потому что Пушкин пиздил на Западе. Это нам на Западе рассказали, как писать литературу. Здесь мы у них позаимствовали и стихосложения позаимствовали, и прозу позаимствовали. Вообще то, что вот романы надо писать, как романы мы у них позаимствовали. Какой же культурный код тогда у России? Построенный? Построенный на Евгении Онегине. И война, и мир. А, и война, и мир, нихуя себе. Я не знаю ни быдлогов, наверное, литературу, может, и не Гомер изобрёл, но вот вроде во времена Гомера и поэты были, и другие ребята. Маргинал Сасси, как раз Онегин, это синтез мировой культуры. Хуёвый синтез, но плагиат. Это плагиат, довольно поверхностное, довольно примитивное произведение в целом, написанное категорически плохо, вот, к сожалению. К сожалению, да, очень дутый роман, при этом довольно дешёвый, довольно простой. Такой даже стыдно было бы показывать, ну вот, в качестве такого сериала для домохозяек, честно говоря. Ну и то, может, ну нет, хотя домохозяйкам, может быть, не стыдно было бы показывать, но вот конкретно домохозяйкам нет. И причём забавно, что у нас с одной стороны Пушкин, а с другой стороны Евгений Онегин. Хотя, на самом деле, куда более важным основанием, в кавычках, нашей русской цивилизации, которая хоть как-то нас отличает от европейской цивилизации, то, что у них католичество, ну там, и англиканство, а у нас православие всё-таки. То есть, у них там ещё что, протестантизм, да, а у нас православие. Всё же. Хотя, хоть и религия-то у нас, она тоже вот эта вот христианская, она у нас в этот христианский мир погружает, и у нас есть очень много общего с европейцами, даже в этой области. Но при этом мы хоть какими-то сегментами-то отличаемся вот от европейцев, из-за того, что у нас конфессия немножко другая. Вот это вот важный культурно образующий момент для русских, на самом деле. Всякие былины, народные сказания. Это действительно то, что плюс-минус, ну, наше. Наше язычество, кстати, то, которое было до непосредственно православия, тоже, в принципе, плюс-минус наше. И на фоне других язычеств оно, может быть, не так уж сильно ярко выделяется, но уж точно больше выделяется, чем православие отличается от католицизма. Ну, вот, по-любому больше отличается вот наше язычество, например, там, от скандинавского язычества. Не, ну, осталось не так уж и много, но это как раз наше основание. Некоторые культуры и некоторые, видимо, практики у нас оттуда тоже сохранились. Все еще важно. Почему-то Пушкина он назвал, а Пушкин в этом плане, ну, как бы, очень проходная фигура. Я бы здесь, например, обратил внимание скорее на Ломоносова. Потому что Ломоносов здесь, да, является очень важной фигурой в становлении русской цивилизации. Ну, потому что Ломоносов он тоже, да, интерпретировал, адаптировал многие вещи с Запада, в том числе литературные вещи, в том числе стихосложения, например, и науку, и философию даже частично, на нашу русскую почву. В этом плане Ломоносов куда более значимая фигура, чем Пушкин и в литературе, и в науке, и везде. То есть здесь Ломоносов важнее. И не только Ломоносов на самом деле, просто Пушкин, ну, он не в первом поколении здесь важен. Да-да-да-да-да, что Ломоносов адаптировал? Да почти всё. Ну, в смысле, он, наверное, один из самых ярких персонажей, который в истории нашей России, матушки, начал заниматься многими, так скажем, европейскими делами. Ломоносов, во-первых, известный вольфианец. А вольфианцы, ну, они как бы очень взаимосвязаны с тем же учением Либница, чтобы вы понимали, да. То есть вот у нас тут как бы вот такая вот связка сразу с немецкой философией появляется. Ломоносов, вольфианец, который эти взгляды преподносит людям с одной стороны, с другой стороны. Он естествоиспытатель, который развивает в России естествоиспытания как таковое, теории разные прорабатывает и работает с ними и так далее, и так далее, и так далее. Более того, Ломоносов, он берет и в русской нашей культуре, что делает? Позволяет нам на русском языке писать стихи, то есть рассказывает, какая техника стихосложения должна быть на русском языке. Здесь, насколько я понимаю, работал не только один Ломоносов, у него там коллега был, но его имя я сейчас не помню. Но Ломоносов здесь важнее Пушкина, вот именно в контексте поэзии. Потому что вот конкретно техника, поэзия, ее не Пушкин придумал. Ну, или не Ломоносов ее, конечно, придумал, но Ломоносов ее, так скажем, адаптировал, перенес на русский язык более-менее. И не только он, но вот в эпоху, во времена Ломоносова это было сделано. Пушкин позже был. И это куда более важные вещи, чем то, что делал Пушкин. Вот. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как вот у людей получается таким вот образом, знаете, задвигать Ломоносова, потому что Ломоносов чаще всего людьми видится как, ну, типа, блядь, ученый, там все дела, приехал хуй пойми откуда, в Россию, такой, в академию поступил, и вот он тут, такой классный. Вот. А Ломоносов здесь более фундаментальная фигура явно. Вот Тридиаковский. Да, 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 вот эту фамилию я помню, вроде она. Да, 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 Светлана, видимо, обе фамилии важны, три даже. То есть, ну, это не поколение Пушкина, важно понимать, да. Очень важные вещи в европезации России, они происходили не в поколении Пушкина. Пушкин уже был жертвой всех этих, в общем-то, механизмов. То есть, Пушкин был учеником, считайте, Жуковского, по сути. Жуковский что делал? Он пиздил стихи Шиллера и переводил их на русский язык. Да. В общем, да, тут, как бы, даже такой своеобразный пиздинг Запада, он был не первым провернут Пушкину. Пушкин даже в случае плагиат не первый, понимаете? Пушкин даже вторичен в этом плане. Не понимаю, как можно центрировать всё на фигуре Пушкина. Пушкин, 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 Пушкин. Да, говорят, наше всё, но, блядь, там настолько, ну, вот, не всё, что предшественники Пушкина были куда больше, значительнее и интереснее. Перевод контента на русский, нормальная тема для Ютуба конца нулевых. Я думаю, в этом проблема нас, русских ребят, и заключается, да, то, что мы в определённый момент осознали, что мы отстали от Европы, ну, прям вот прям взяли и тупо осознали. И на свою культуру мы плюс-минус подзабели, да, ну, некоторые элементы нашей культуры внутри нас остались, там всякие православие, там, язычество, что-нибудь такое, но, по большей части, это стало менее интересно. И интеллигенция, она обратила внимание своё крайне пристальное на Европу. И основной формой произведения контента, ну, практически вот со времён Екатерины, да, это стало копирование. И Ломоносов, он тоже адаптатор, он тоже такой вот, такая большая копировальная машинка, серьёзная, интересная и даже вносящая некоторые важные вещи в те или иные дискурсы, в которых он участвовал. Ну, например, в ту же самую науку, но не он науку создал, да, тут у нас не было альтернативной русской науки. Мы науку позаимствовали на Западе, мы философию позаимствовали на Западе, мы не сами дошли до философии, как это сделали индусы, например, и китайцы. Китайцы и индусы сами очень давно дошли до философии. Русские им пришлось брать, соответственно. Вот. Ну и в итоге основная проблема русских, она действительно базируется на том, что для нас стилистика пиздинга на Западе, это одна из фундаментальных стилистик, что в литературе, что в науке, что в философии, что вот практически везде. Это очень важная стратегия, что на ютубе в итоге, что вот везде мы, к сожалению, себя почему-то, ну почему-то, ввиду некоторых исторических обстоятельств, осознали как вторичные. И мы вторичные вынуждены вот брать, брать, заимствовать, обогащать свою недокультуру великими вот образцами Запада, получается, в надежде, что мы рано или поздно обгоним вот их. И получается еще одновременно русский ресентимент. Русский ресентимент в том плане, что мы одновременно как бы и пиздим, и берем, и ощущаем свою ничтожность, и одновременно хейтим Запад за то, что они такие все классные, охуенные, но мы их обязательно обгоним, на самом деле мы лучше, на самом деле мы полярный мир, мы там, мы лучше, чем Запад, у нас полярный мир. Вот что-то вот такое, вот дугинизму, соответственно, получается. Вместо того, чтобы признать себя одной из стран Европы, например, да, ну вот культурно, что наша культура, например, также приблизительно отличается от культуры, например, той же Германии, как культура Англии отличается от культуры Германии. То есть мы часть одной большой единой культуры, допустим, ну я-то так условно говорю, мы не два полюса разных культурных, мы как бы часть одной большой культуры, которую русские внесли тоже за короткий промежуток времени, потому что у русских он был короче, чем у многих других представителей других вот регионов, да, за довольно короткий промежуток времени внесли много интересных вещей. И это хорошо, это хорошо, то есть русские, если рассматривать Россию как один из регионов Европы в этом плане, мы молодцы, мы действительно занимаем высокое место среди других европейских стран по степени вклада в общую европейскую культуру, мы здесь очень много крутого сделали. Но если рассматривать Россию как отдельный полюс, ну это такой маленький полюсик, то есть у нас есть китайский полюс, у нас есть индийский полюс, есть у нас, собственно, европейский. И русский, ну это типа, ну какой же там полюс, он не особо отличается. Жаринов, помню, сам говорил, что Пушкин это сплошной пагеат, но он не видит в этом ничего плохого, потому что в Онигине Пушкин включил основные пласты мировой культуры и в этом прелесть. Ээээ, какие же там основные пласты мировой культуры? Там обычная мыльная опера. Жаринов переоценивает Пушкина, потому что он идолопоклонник, потому что он поклоняется Пушкину, он поклоняется литературе классической, он пытается увидеть в классической литературе больше, чем там было. Особенно в русской, потому что, опять же, ресентимент. Нам, русским, исходя из ресентимента, надо оправдывать вообще всех авторов, которые мы внесли в свой пантеон великих писателей. Если мы этого не сделаем, наш пантеон великих писателей уменьшится вдвое-втрое. А если это произойдет, то какой же у нас фолис, какая же у нас противоречие Европе будет, как же мы будем соревноваться-то с Европой великой, потрясающей. Если наш Пушкин это не второй Гетте, и не Данте, и не Шекспир, то нахуй он вообще тогда нужен? Как бы как-то вот так вот получится. Поэтому надо оправдывать Пушкина как второго Данте, второго Гетте, создателя языка нашего русского, литературного, как величайшего автора. И в плагиате нет ничего плохого, а даже наоборот так и лучше. Так Жаринов разве противопоставляет Россию и Европу? Да почти все интеллектуалы ее противопоставляют. Я не удивлюсь, если это будет приблизительно так. Если он считает русскую литературу одной из величайших в мире, во-первых, может даже самой великой. Ну и соответственно переоценивает значимость русских классиков в десятки раз на фоне своих вот этих западных оппонентов. И какие же интересно пласты в мировой культуре основные? Философия может быть? Там не знаю. Ну философии мало в Онегине. Там упоминание Канта и то шуточное. Явно Пушкин не пытался в этом разобраться. Ну не знаю, Арк, а вы считали всю классическую современную западную литературу? Просто если по поэзии судить, я бы так не сказал. Один единственный автор норвежский, которого я прочитал лучше всех современных русских авторов, которых я видел за всю жизнь. Правда имя я его сейчас не вспомню. Может быть Гамсун, кстати, да, на Г. Просто вот один автор выебал всех современных поэтов, поэтому я, честно говоря, не знаю. Вот это к вопросу о литературе. По прозе судить не буду. По прозе судить просто Арк я не буду, потому что я не так начитан. Я прозу западную практически не читал. Современную русскую поэзию я представляю, как она выглядит. Ну и один автор просто всех разъебал, без шансов на реабилитацию. Все современные русские поэты хуй сосут в сторонке и ничего нового не делают, просто пиздят. Вот. Ипсон силен, интересен. Друзья, донатим на контент, донатим на контент, не забываем. Пока мы по литературе немножко поговорим. Так вот, да, вернемся к Евгению Онегину. Ну какая же там философия? Там упоминание Канта, дай Боже, одно. И то в ироничном ключе. Ну вот, 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 важные пласты всей русской мировой, всей мировой культуры. Философии там нет. Как минимум. С литературой я тоже думаю, все не так хорошо, потому что Евгений Онегин, ну не самый большой по размерам роман, безусловно. И этот роман в стихах состоит на 90% из воды. Ну как философ, экономист, философ. Ну, упоминание, упоминание, это не значит, что это пласт мировой культуры. Если вы будете по мне судить, например, сколько я упоминаний разных авторов делаю, сколько отсылок, ну тогда я самый великий русский писатель, потому что у меня этих отсылок просто в персонажах дохуя. У меня этих Адамов Смитов, там каждый второй персонаж, у меня какая-то отсылка либо на Адама Смита, либо на Штирнера, либо там на Платона, либо на еще кого-то. И что самое главное, они не просто упоминаются, они идеи свои излагают, бывает там. Тут как-то так. Так, энциклопедия русской жизни, энциклопедия русской жизни, которая на 90% состоит из воды. Я просто давайте вам напомню, да, как пишется Евгений Онегин. Евгений Онегин. Сейчас мы просто, сейчас я вам просто еще раз покажу. Давай, давайте, читать. Ну, достаточно лучше Пушкина, явно. Давайте просто прочитаем. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышний уволит Зевса, наследник всех своих родных, друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий сей же час, позвольте познакомить вас. Смотрите. Две строчки, которые описывают какое-то действие, имеют хоть какое-то значение для сюжета. И вообще хоть какое-то значение. И вот это вот хуйня. И вот это вот залупа, которая не имеет никакого, блядь, смысла. Такое стыдно, блядь, писать. Вот это писать стыдно. Это, блядь, ебаная, обоссанная экспозиция просто из нихуя. Просто из нихуя. Просто она из нихуя возникает. Она здесь не нужна. Она некрасиво смотрится. Знаете, для чего она нужна? Чтобы Онегинскую стропу поддерживать. И больше не для чего. Это рифма ради рифмы, но ради этой рифмы, вот у нас, смотрите, 6 строк из ничего, блядь. Из ничего. 6 строк берется из ничего. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах немы. И вот, где может быть родились вы? Или блистали, мой считатель. Там некогда гулял и я, но вряд ли север для меня. Пиздец. Пиздец, блядь. Ну, смотрите. Смотрите, вот у вас 16 строчек, 16 строчек, 16, блядь, строчек. Раз, два, хорошие строчки пойдут. Онегин, добрый мой приятель, родился на небах немы. 4 строчки из 16, 4, блядь, строчки из 16, имеют хоть какую-то литературную ценность. Все остальное просто вода. Это вода, Лунтик. Это вода. И ладно, такое было бы в одном этом моменте. Это везде так. Это во всем этом произведении так. Это во всем этом ёбаном произведении так. Куча контента. Вода, блядь. Это писать за шквар. Никто, блядь, никто. Всякий человек, который вот такую хуйню напишет в современной, современной поэзии, или не в современной поэзии, его нахуй пошлет. Его нахуй пошлет. Скажут, ты пидорас бездарный, ты хуйню, блядь, пишешь, ты идиот, блядь. Нельзя так писать. Нельзя так писать. Любой человек, который это сделает, ему так скажут. И он нахуй пошлет. Так тогда было не за шквар. Ну тогда можно было писать любую хуйню, видимо. Понимаете, Светлань? Да и то. Нет, блядь. Нормальные стихи люди пишут. Почитайте Данте, блядь. Я не знаю. Почитайте Шекспира. Почитайте кого нахуй угодно. Везде лучше. Это вода. Это, блядь, вода. Это вода, блядь. Это, блядь. Все вода, блядь. И это произведение, оно из воды состоит. Дело даже не только, если сюжет не двигается. Там ничего не двигается. У этих составных частей нету никаких других функций, кроме того, чтобы поддерживать Онегинскую страфу. Если бы вы в прозе это написали, вы бы охуели. Да, вы бы просто, ну, вы просто дочеркнули бы это на самом деле. Это тоже бездарно. Нет, не бы предлагал понять, в чем дело. Это, блядь, это просто вода. Это не просто бездарно. Слом четвертой стены происходит в нужном месте, в нужное время и выполняет определенную функцию. Здесь то, что мы видим, не выполняет никакой функции. Оно нужно ни для чего. Кроме того, чтобы поддерживать Онегинскую страфу. Авторы, которые пишут таким образом, что им нужно подбивать рифмы лишними строками, бездарные, блядь, авторы. Худшие авторы. Это главный критерий, один из главных критериев критики, за который мы оцениваем негативно поэзию. Если автор подбивает строку под рифму, он бездарен, блядь, он не умеет писать стихи. Понимаете, в чем дело? Любой современный автор, который вот так вот напишет, пойдет нахуй, получит ноль баллов, будет обозван пидорасом, его нахуй сожгут. Понимаете, в чем дело? Современные поэты и любые. А Пушкину можно. И потом будут говорить, ну во времена Пушкина так можно было. Нельзя, блядь, никогда нельзя было так писать. Никогда. Никогда. Почитайте Шекспир, почитайте Данте, почитайте, блядь, Гомера нахуй, Гомер, блядь. Ладно, у него перечисление кораблей на дохуя страниц, согласен, окей. Но у него не весь текст наполнен на 90% кринжом. Вот так вот. Так херун, нузи, так просто все что угодно можно поддержать. Вы можете любое говно на тарелку, короче, выложить и сказать, ну это гениальное произведение, это все имело место, это шикарно, это все идолопоклонничество. Понимаете, в чем дело? Это просто элементы идолопоклонничества. Потому что, ну, Пушкин типа наше все, надо доказывать, что он молодец. А Бродский или Пушкин? Да никто, оба плохи. Сколько было кораблей? Малетов. Друзья, донатим на контент, донатим на контент. Не забываем донатить на контент, иначе я буду здесь долго. Рассказывать об этом. Пушкин или Лермонтов? Лермонтов. Лонтик пишет Шашадов очень странный, потому что я поэзию оценивал на протяжении многих лет. Более пяти лет я занимался оцениванием поэзии. Я оценивал стихотворения людей на конкурсы. И понимаете, такой детсадовской хуйни я видел со своей жизнью очень много. И только потом, и только потом. Кстати, Боротынского я немного читал. Так вот, и только потом я осознал, что та классическая литература, которую я читал, что у меня задача такая была, что меня приглашали на конкурсы оценивать. Вот такая вот была тема. Оказывается, блять, что Пушкин и многие другие авторы, кстати, русские, в том числе, они не проходят под самые простейшие критерии, на которые ориентируются и современные поэты, и вообще многие другие. То есть неожиданно оказывается, что это все детский сад. То есть, да, все, что писал Пушкин, это в современном мире вообще никак котироваться не может. Ну ладно, рифма. Ладно, рифма. Раньше, ну, соответственно, на созвучии почти не рифмовали. Раньше разбиение делать было не с руки, хотя же у Шекспира были. Ну да ладно. Раньше было много чего. Мендельштам или Лермонтов. Хуй знает. Кстати, они, наверное, у меня наравне фео. Плюс-минус. Мендельштама я не очень много читал. Тоже важно заметить. Его я оценивать, наверное, не смогу как-то более-менее нормально. Вот Лермонтов и Пушкина нормально зачитывал. Лермонтов просто не очень оригинальный, мне кажется. А у Пушкина, ну вот прям вот-вот, блядь, в его романе в стихах такая хуйня. Ну вот такой кринж. Вот серьезно. Ну серьезно, вот такой кринж. Ну а какие, по-твоему, хорошие стихи у Пушкина есть? Ну, пересказ Фауста у него. Ну как пересказ Фауста? Тут это бес. Что делать Фауст? Таков вам положен предел. Его никто не приступает. Сотварь разумная скучает. Иной от боли тот отдел. Кто верит, тот утратил веру. Кто насладиться не успел. Кто насладился через меру. Но всяк-то, наверное, доживет. И всех нас гроб. Что-то там ждет. Вот это неплохой стих, но он все равно не оригинальный. И опять же по Фаусту. Ну он просто не оригинальный, по Фаусту, ну и все, короче. Вот такая вот интерпретация Фауста получилась у Пушкина. Она не самая дурацкая, пойдет. Но она не интересная. Все равно. Но она не имеет такой вот основательной какой-то силы. А, ну все, Пушкин создает атмосферу дружеских попизделок, диалога с читателем, пустого трепа и так далее. Ну охуенно, че? Все, что угодно, можно так оправдать. Понимаете, Андрей? В этом и заключается проблема. Мы оправдываем Пушкина всеми возможными методами. Как там и Достоевского всеми возможными методами. А если перед вами такой же стих приблизительно напишет какой-то другой автор, вы скажете, ну это хуйня бездарно, хуево, графомания, пиздоболизм, говно, вода, хуета. О том и речь. О том и речь, что у нас есть какие-то элитные персонажи, которым позволено писать хуйню любую. Нарушать любые правила, чтобы они не сделали, они как бы молодцы. А есть такие персонажи, то есть вообще все остальные персонажи, они идут нахуй. Вот. Вот такая вот тема. Так и тогда это было не ново, Андрей. Вы же сами сейчас написали. Вы же сами сейчас написали. Привести поэзию к языку салонов. Была тема с привести поэзию к языку салонов. Это чисто пушкинская тема, или вообще кто-то пытался тоже привести ее к языку салонов. Может, это была тенденция какая-то даже. Может, тоже было не ново. Как-то так. При этом весь Евгений Онегин написан так плохо. Это вода. Читать это бессмысленно. Его надо укорачивать в 10 раз, в 20 раз укоротить. Вот. А каждый сам выбирает свои критерии. Оценивание плюс-минус. Ну, есть более-менее объективные, что ли, более интересные. Ну, например, я обычно за творчество цепляюсь. Да, самый главный критерий творчества, потому что его в целом можно хотя бы определить. Ну и вот. Ну как это может быть достаточно новым, если современники и даже предшественники, ну как бы так писали, Андрей. Что в этом нового? Что в этом интересного? То есть, если все пишут какую-то хуйню, я тоже буду писать хуйню. И это как бы оправдание. Класс. Шикарно. Так вот, именно что смысла в Онегине особо нет, это банальная мыльная опера, которая еще и технически написана довольно плохо. Слишком много воды в ней. Слишком много воды, слишком много лишнего, слишком много того, чего там быть не должно. Это очень дешевая, это очень поверхностная, это очень неинтересная литература, которая рядом не стоит ни с Фаустом, который не рядом не стоит ни с Фаустом Гетте, который не стоит с божественной комедией Данте рядом, который не стоит рядом с Шекспиром даже. Понимаете, в чем дело? Это Дарья Донцова своего времени. Литера ли, блядь, это Дарья Донцова своего времени. Этому поклоняется Жаринов, чтобы вы понимали. Это реально Дарья Донцова своего времени. Петранку я мало читал. Когда произведение на 50% состоит из воды, не стоит ли задуматься, не принял ли ты за воду что-то важное? Да, Всевышний Голею Зевеса, блядь, наследники всех своих родных, друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий сей же час, позвольте познакомить вас, блядь. Итак, половину произведения. Здесь что-то важное, явно я потерял. Видно, что-то важное, блядь, потерял, явно. Вот взял и потерял, охуеть. Где, может быть, родились вы или блистали мой читатель, там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Охуеть. Охуеть, блядь. Охуеть просто, заебись. Там очень много воды, по факту, очень много воды. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, месье прогнали со двора. Но здесь сюжет идёт. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет и, наконец, увидел свет, он по-французски совершенно мог издесняться и писал. Ну, здесь тоже можно было всё это опустить, но это хотя бы, это не так ярко и хуёво, как вот в этом разделе. А, молтыни с водами шлумыми. Ну, блядь, короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Латынь из моды вышла ныне, так если вправду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать. Зачем нам это? Зачем нам эта информация? Зачем? Вот, то есть, стоп, может быть он будет на латыни потом разбирать какие-то эпиграммы? Может быть он будет это делать там потом? Может быть там что-нибудь произойдёт с этим? Может быть ружьё выстрелит чеховское или не выстрелит? Потому что это раскрывает персонажа, даёт подробности. А зачем? Зачем нам это? Нахуя? Четыре строки. Четыре строки. Четыре строки о какой-то хуйне, которая не выстрелит. Которой ничего не связано. Которая нам даже ничего особо о нём и не говорит. Можно просто сказать, что у него был высокий культурный уровень. Культурен был Онегин наш. Ебал коров, курил лаваш, блядь. И всё, поехали дальше. Две строки. Реально, это Дарья Донцова, в общем, того времени. Забейте. Если это ваш культурный код, это пиздец. Это полный кринж. Это полный кринж. Вот это произведение. Причём, ладно, у Пучкина есть что-то поинтереснее. Руслан и Людмилы интереснее, честно говоря. Честно говоря. Если Евгений Онегин является вашим культурным кодом, мы с вами не имеем ничего общего. Мы с вами вообще не рядом, да, не находимся. Для меня это Дарья Донцова, чтобы вы понимали. Крылов? Эзоп лучше. Ну, Крылов пойдёт. Понимаете, в чём дело? Понимаете, в чём дело? Если реально это ваш культурный код, у вас всё плохо с головой, на мой взгляд. Это очень хуёвый культурный код. Не дай бог человеку быть с таким культурным кодом. Нет, не мой культурный код. Всё, ну нахуй я закрываю. Это просто ужасное произведение, абсолютно отвратительное. Сейчас от такой работы невозможно получить никакого удовлетворения эстетического, если... Ну, соответственно, у вас есть хоть какая-то специализация, если вы реально читаете тексты, если вы их оцениваете, если вы прочитали кучу разных бездарных текстов, вы этот текст признаете бездарным тоже. Ну, просто без выхода, у вас по-другому не получится, если вы действительно хорошо начитаны, и вам подсунут Пушкина неожиданно вот так вот так подсунут, скажут, оцени этот текст, не скажут, что это Пушкин. И там будет строка из Евгения Онегина, и вдруг вы не знаете, что это Евгения Онегина. Вы скажете, это бездарная штука. Это бездарная штука, скажете, если вы, конечно, уже много текстов оценили, потому что, ну, будет похоже. Будет похоже на всё что угодно. И что самое главное, это не оригинальный текст сам по себе. То есть, ладно бы, это был первый текст такого рода. Первая мыльная опера, так скажем, да? Ну, тогда велико, конечно, велико. Первая мыльная опера это велико, но это не первая мыльная опера. Даже не первая у самого Пушкина. Ну, тем более не первая. Пушкин не первый начал такие дешёвые произведения для кухарок, по сути, писать. Онегин долбоёб, небыдлаго. Если вы считаете, что баранический герой долбоёба, а не долбоёба, конечно, то да. Друзья, донатим на контент. Донатим на контент, не забываем наказывать шадова вашими донатами за всё, что он говорит. Не, ну серьёзно, нет, серьёзно. Если мы начинаем вот так вот германевтикой заниматься и оправдывать всё, что в тексте есть, это, конечно, возможно. Тут давайте тогда всех оправдывать. Вы видите Дарью Донцову? Ну, давайте читать Дарью Донцову и говорить, что она тоже кладезь русской и мировой литературы. У неё есть отсылки на всё, что угодно. И там Виола Тараканова, это на самом деле отсылка на Кавку, блядь, превращение. Например. Ну, например. А почему нет? Тут Таракан, там Таракан. Ну, блядь, в чём проблема? Ну, какая нахуй разница? Какая нахуй разница? Или вот там, не знаю, какая-нибудь Евлампия Романова, она неожиданно попадает в какой-то замок. Это отсылка явно на Кавку, а там ещё замок, там, я не знаю, где был. А он в Гамлете был. Ну, на Шекспира, значит, отсылка. Гипертек сразу наблюдается. Гениальная Дарья Донцова. И вообще она пишет в стиле этих салонных, блядь, романов. Да, и она вообще гений. Она такие тонкие вот отсылочки проводит. Ну, давайте тоже себя обманывать и германевтику умножать просто до бесконечности. И предлагает такие трактовки, которые оправдают вообще кого угодно. И Пушкина, и Дарью Донцову оправдают. И вообще кого угодно оправдают. На книжну Тараканову, которая претендовала на Российский престол. Это двойная отсылка сразу. Это твой культурный код. Что бы ты ни говорил, ты впитал Пушкина с молоком матери. Не, не впитал, к счастью. Не впитал. Единственное, что даже если я и попробовал это молоко, я его потом выплюнул. С большим презрением и, соответственно, нежеланием его впитывать. Не, ну серьезно, Евгений... Даже вот сам Евгений Онегин, это же реально худшее, что у Пушкина есть. Ну ладно, есть еще Бахчисарайский фонтан. Там вообще пиздец какая кринжовина. Для референса. Дочитайте Фаусту, например. Фауст хорош. Так вот, из важного. Пушкин или Фактора 2? Ну, Пушкин, конечно. Руслана Людмила лучше. Лучше намного. Там более-менее неплохая сказка хотя бы. Не из русских. Ну, из русских я бы, может быть, Драгомощенко посоветовал взять. Драгомощенко топищ. Ну, он верли-бриз, конечно. Ну, да ладно. Если мы берем немножко более известных каких-нибудь авторов, мне плюс-минус нравится... Ну, Маяковский норм, например. Пушкина надо действительно сбросить с корабля современности уже давно. А мы все не сбросили. Маяковский норм. Че еще можно сказать? И авангардисты норм, на самом деле. Авангардистов я люблю. Оригинальные, прикольные, интересные. Че мне еще нравится? Ща. Акмиисты прикольные. Ладно, не все акмиисты прикольные. Соответственно. Гумилев, короче, норм. Гумилев норм. Че там, остальные среди акмиистов были далеко не все хорошие. Но Гумилев, ну так еще. Пригова я почти не читал. Если на стримах заказывали... Ну, я не анализировал. Я не анализировал, поэтому сложно оценивать. Че еще можно сказать? Ну, Брюсов мне местами нравится, потому что у него много экспериментов поэтических. Это прикольно. Это интересно. По крайней мере, попытки есть во что-то интересное. Золотой век русской поэзии мне почти весь не нравится, одинаково. Там все бездарно, там все поверхностно, там все слишком очевидно, там слишком примитивная литература в основном. По большей части. Слишком она в лоб. И то не вся, но большая часть. Витянский норм. Согласен. Как-то так. Как-то так. Как-то так. То есть, мы, русские, довольно поздно начали заниматься поэзией. И, к сожалению, те образцы, которые нам подарили наши русские классики, особенно золотого века, они никуда не годятся, на мой взгляд. Они устарели уже на момент их издания, в тот момент, когда они делались. Они в основном были адаптациями и плагиатом. И русскую культуру никуда особо не возвышали. В лучшем случае, пытались ее как-то подогнать под образцы европейской. Но потом начали появляться более интересные образцы. Как-то так. И очень плохо, что есть люди, которые считают, что Пушкин наше все. Что это русский Данте, что это русский Гетте. И что это основатель нашего русского культурного кода, тем более. То есть, человек довольно, ну... Как минимум, как литератор, он вполне так западнический человек. Человек Запада. И это вдруг наш культурный код. Если Пушкин является вашим культурным кодом, то у России нет культурного кода. Буквально. Если Достоевский является вашим культурным кодом, еще куда не шло. Там есть какая-то совобытность, там есть православщина всевозможная. Там есть какой-то мрачняк такой необычный. То есть, Достоевский еще вот хоть как-то может быть вот чем-то вот более-менее уникально русским. Пушкин нет. У Пушкина плохо с русским вообще. Друзья, донатим на контент. Донатим на контент. Да мало ли кто кого любил. Мало ли кто кого любил маргинал с оси, понимаете? Вообще, вообще не важно, кто кого любил. Это чисто спонтанные штуки. Это абсолютно не важно, кто кого любил и был под чьим влиянием. Объясните глупому, что есть культурный код. Ну, тоже интересно. Но культурный код это, видимо, базовые какие-то вещи, которые вас непосредственно пронзают. Ну, например, какой-нибудь Пелевин это не ваш культурный код, допустим. Ну, потому что, да, это Пелевин хуйня современная, пожаренного, скорее всего. Да, это даже не литература, а говно. А Пушкин это ваш культурный код, на базе которого строится фундамент вашей личности. База, ну, его личности почти всех представителей вашей культуры. Да. Ну, я соболезную тем людям, у которых так происходит. Если Жаренов читает постмодернистов, он должен Пелевина уважать? Он не уважает Пелевина. Для него Пелевин это просто такая дешевая билетристика, которую он не хочет читать, она ему не нравится, она поверхностная. Пелевин вполне себе культурный код в РФ, Жаренов, я уверен, так не считает. А Пушкин, да, Пушкин культурный код. Жаренов считает, что Пелевин тупо копирует у более лучших западных писателей, насколько я помню. А чем он отличается от Пушкина тогда? Ладно, простите. Но это правда, а чем он тогда от Пушкина отличается, по большей части? Но по-другому никак. Да, закажите Жаренов. Да, например, да закажите Жаренов, с удовольствием посмотрим, это шикарно. Потому что этого человека я могу разъебывать бесконечно. Я ненавижу филологов всем своим сердцем. Презираю все, что связано с филологией. В общем, филология уж точно не наука. И чаще всего это просто хуйня с идолопоклонничеством доминирующим. Это религия, да. Филология не всегда, но в большинстве случаев это не дисциплина исследовательская, а просто религия. Марселя просто нужно читать? Ну, можно. Можно. Вообще нету ничего в литературе, что нужно читать. Понимаете, в чем дело? Многих можно прочитать. И многое уникальное, и многое может понравиться. Да, и даже не уникальное людям может понравиться, к сожалению. Ну, вот как-то так. Ну, и Жаренов как раз вот он такой, знаете, адепт данной религии. Пельменево не читал. Он адепт религии и филологии. В самом худшем понимании того, что какая это религия. Такая наиболее жесткая, наиболее догматичная, наиболее фанатичная даже, я бы сказал. Жаренов представитель такой фанатичной догматичной филологии. Он своеобразный пророк, не пророк, миссионер. Миссионер плохой филологии. Потому что, на самом деле, хорошая филология должна заниматься германевтикой. И германевтикой всего чего угодно. То есть, это не поклонение Пушкину. То есть, да, хороший филолог, он смог бы как попытаться разные варианты интерпретации Пушкина вам предоставить, так и разные варианты интерпретации Дарьи Донцовой, разные варианты интерпретации Шадова, разные варианты интерпретации любого писателя в мире до бесконечности. не буду выражать свое мнение по этому поводу маргинал но все же я вот сейчас про современного автора говорю лотман и не то чтобы сильно много читал и бахтина тем более вот понимаете в чем дело примете в чем дело если бы он был хорошим гуманитарием вообще принципе дать каким методом пользуются гуманитарные дисциплины это метод герменевтики прежде всего самый главный метод гуманитарных наук вот если бы он был силен герменевтики он смог бы применить ее на все объекты и не было бы оценок до вот таких вот тотальных не было бы оценочности а вот если он вводит оценочность я тоже могу вести свою оценочность тогда мы можем спорить о том а как мы высоко оценим пушкина пушкин по всем оценкам практически посасывает простите что по сложным рифмам он посасывает проигрывает шекспира вообще сухую что по сложности нарратива посасывает шекспиру данте всем всем блять проигрывает всем великим классическим автором запада он проигрывает практически уникальности сюжета там практически вообще никакой нет чё еще есть наличие воды или и отсутствие ну пушкин там вообще пиздец чаще всего бывает рифмы ритм ну может по ритму он держится так ровненько но ритм выдерживать может даже маленький ребенок ребят забейте да это это не параметр который оценивать великого поэта наличие хорошего ритма и даже рисунка рифмы хорошего интересного это не сильно сложно сделать если вы пишете хуйню технику подтянуть легко если вы пишете хуйню рифмованную сложно это тоже легко сделать а вот написать хорошие осмысленные произведения сложным на рифмованные сложным рисунков рифма вот это сложно на самом деле категорически но пушкин здесь даже рядом не стоит с лучшими образцами поэзии даже рядом но просто если мы начинаем водить оценки вот пушкин великий а данцова хуйня ну тогда давайте критерий и по всем критериям пушкин высоко высоко не заберется к сожалению это перед и это печально вот поставишь почти два любых текста пушкина и не пушкина ну ладно не почти два любых текста почти два любых текста признанных авторов достаточно даже включая того же пелевина допустим пелевина кажется лучше пушкина если мы прозу поставим если мы стихи поставим пушкина и например не пушкина какой пушкин родоначальник понимаете лес в этом и заключается проблема что круче пушкина у нас есть родоначальники да у нас есть ломоносов тот же у нас есть современники ломоносова нас есть куча народа который более фундаментальный чем пушкин для того, чтобы считаться родоначальниками русской литературы и поэзии. Пушкин здесь далеко не в первом месте. Ну что, давайте Пушкин и Решатов, я выёбываю Пушкина по всем критериям. Державин лучше Пушкина, очевидно. Вот. У меня любой стих лучше, чем у Пушкина, у меня рифмы пизже, чем у Пушкина. У меня эксперименты в стихотворениях регулярно, у меня темы оригинальнее, чем у Пушкина. У меня риторических фигур больше, чем у Пушкина, хотя я довольно сухой поэт. В отличие от многих поэтов, я довольно сухой, я очень тезисно излагаю многие вещи. Но даже у меня во многом больше, собственно, риторических фигур, чем у Пушкина. То есть, если вы будете по объективным критериям меня сравнивать с Пушкиным, Пушкин проиграет. Это по объективным критериям. А если вы будете сами решать, ну вот ничего к поэзии не понимаете, правильно? Очаровница. Вот всё. Я имею в виду, что с Пушкина все примеры брали. Ну, с Джастина Бибера тоже люди берут примеры, это не аргумент. Привет, Арсений, рад видеть. Вот. Ну, у меня зато есть объективные аргументы против Пушкина, а у него нет. То есть, величина личности больше. Величина личности Пушкина, она вот такая вот. Вот такая вот маленькая величина личности. Пушкин ничтожен. Пушкин это просто, знаете, крошка цахи с русской поэзией и прозой. Это крошка цахи, буквально. Это человек, в котором почему-то куча других людей увидели что-то хорошее, хотя там ничего хорошего не было. Это не был хороший человек, это не был интересный автор. Он ничего хорошего, интересного не создал. Вот. Ну, как ничего? Ладно, были плюс-минус неплохие стихии. Ну, такое. Ну, вдохновил и вдохновил Крыма татарский Леонид Андреев. То, что кто-то кого-то где-то вдохновляет, это еще ничего не делать. Знаете, бывают неплохие учителя, но плохие поэты. То есть, возможно, найдется такой человек, который сможет воспитать много хороших поэтов. А ты себя считаешь хорошим человеком? Ну, лучше Пушкина. Полюбасу, анигматон. Ну, кто угодно лучше Пушкина. Сорян. Сорян. Вообще, вообще, кто угодно лучше Пушкина. Ну, кроме Адольфи Гитлера. Опа, зеленая ограда. Спасибо. Давайте еще с Жаринова побомбим немного. Сначала. Сначала. Спасибо. Вот кто угодно лучше Пушкина. Васил лучше Пушкина, блядь. Васил лучше Пушкина, простите, да? Но Васил лучше Пушкина. Я не люблю Васила, но Васил лучше Пушкина, как человек. Ну, блин, ну сорян. Сорян. Сорян, блядь. Ну, вот, как-то так. Лермонтов разве лучше Пушкина, как человек? Ну, Лермонтов хотя бы как автор лучше Пушкина. Здесь уже по-другому. Так и да, действительно, было куча народа, с кого можно было брать пример, кроме Пушкина. И, к сожалению, почему-то брали пример с Пушкина. Это, знаете, не то, к чему стоит аргументировать. Это недостаток нашей русской культуры, к сожалению, что у нас так оно исторически все убого получилось. Я не опускаю роль личности Пушкина в литературе. Я просто, мне не очень нравится критерий значимости, когда мы пытаемся, значимости, такое вот влияние, да? Когда мы пытаемся оценивать величину, там, философии или литературы. Понимаете, в чем дело? К нашему, к моему большому сожалению, да, не важно, не важно на кого, кто и когда повлиял. Платон повлиял почти на всех. Но, например, я не считаю его величайшим философом. Просто потому, что ему повезло, что его тексты сохранились. Мало ли, блядь, там было дохуя еще более великих мыслителей. То есть, я не собираюсь оценивать Платона как лучшего мыслителя Греции, просто потому, что на него ссылаются больше всех. Он открыл принцип мимесиса, принцип пяти элементов композиции. А эти пять элементов композиции по Аристотелю точно соответствуют пяти главным пунктам жизни человека. Например... Кстати, Аристотель хуёвый эстет, на мой взгляд. Он довольно плохо разобрал эстетику в своей поэтике. Это одна из, наверное, первых таких ярких попыток разбирать эстетику, но она же и самая, наверное, худшая. Самая поверхностная, самая такая, вот, знаете, холодная даже в каком-то смысле. Может быть, для своего времени неплохая, но по современным рамкам, конечно, жанра, она никуда не годится. Любой человек современный, который... Ну, любой автор современный, который прочитает Аристотеля, он, скорее всего, будет сопротивлен... Любой даровитый автор, признанный, хороший, серьезный, сильный, который реально пишет что-то стоящее, интересное и уникальное, прочитав Аристотеля, он, скорее всего, подумает, что Аристотель шизофреник и хуйню какую-то писал. Ну, просто потому, что это явно написано не от лица автора. Экспозиция. Мама, папа встретились. И написано не от лица человека, который в авторстве разбирается. Началась, так сказать, безумная игра сперматозоидов и яйцеклеток. Вы появились, да? Безумная игра сперматозоидов и яйцеклеток. Экспозиция. Первый конфликт. Потому что вы появляетесь в мир, а как сказал Витгенштейн, у действительности нет никаких намерений относительно вас. И вы должны... Ебать, он цитатами просто поливает рандомными. Причём, заметьте, он весь этот эфир будет поливать рандомными цитатами разных там Витгенштейнов, Сосюров и прочего. То есть, я вообще не удивлюсь, если Жаринов читает книжки так же, как, знаете, помните, вот эти вот ребята, которые оставляют закладки цветные. Он берёт, читает книжку, оставляет цветную закладку с цитатами, потом цитатки эти повторяет и выучивает их. Человек мыслит цитатами рандомных людей просто буквально. Причём реально рандомных и никак не связанных друг с другом. Это очень примечательный момент. То есть, вроде бы эрудиция есть, но это хаотичная эрудиция, которая собирается из позиции огромного количества авторов Жареных Волк. Ну, типа, да, человек буквально мыслит цитатами. Он, когда читает философа, он к философам часто ссылается, он запоминает цитату и говорит, «Я тоже полностью так считаю». То есть, он не пытается доказать эту цитату, он не пытается дать ссылку на эту книгу, откуда он это вычитал. Он не пытается аргумент... Ну, аргументацию я уже сказал, привести. Он ничего не пытается сделать. Он просто говорит, «Я тоже с этой мыслью согласен». Он с тем же самым успехом мог сказать, «Веденский, блядь, я твою мать ебал». Я тоже так считаю. И так писал, кстати, Аристотель, что я ебал твою мать. Веришь в это, да? Окей. Сылаемся на Аристотеля, хорошо? И этот роман писался на коленки. На коленки. Даже еще с большей степенью импровизации, чем Netflix. Потому что там большие деньги, никто не позволит там туда-сюда хреначить. А здесь можно было. Потому что если, например, глава следующая, или там через какое-то время была неудачной, проект закрывали. Там целая орда стояла голодных писателей. Которые готовы были либо продолжить за него этот текст, либо написать собственный. Все старо как мир. И в этом смысле... Все старо как мир. Смотрите, я нашел один общий аспект между современными сериалами и романами-фильетонами. Я теперь говорю, что это одно и то же. Все, блядь, старо как мир. Ничего нового, блядь, не придумали. Способ мышления долбоеба пожилого. Серьезно. Мы ищем одно общее сходство и по этому сходству заявляем. Ничего нового, блядь, под луной. Вот так вот мыслят люди, которые не умеют мыслить. Понимаете? Люди, которые не умеют думать, у которых вообще нету никаких навыков анализа. Берем кучу цитат рандомных людей из истории философии и там, не знаю, культуры и литературы. А эти люди говорили вообще все, что угодно. Вы можете любую позицию обосновать. Вы можете даже позицию, согласно которой детей насиловать можно, можете так обосновать. То, что рабов иметь можно, вы можете так обосновать. Понимаете, в чем дело? Все, что угодно, вы можете таким образом обосновать. Берете две цитаты двух великих людей, которые что-то считали, они считали все, что угодно вообще. Все, обосновали, отлично. Теперь можно, оказывается, детям голову отрубать, допустим. Я не удивлюсь, что найдется два великих человека, допустим, Маркиз де Сад, наверное, не может быть. Может быть какой-нибудь еще философ великий где-нибудь, которые говорили, что можно детям голову по приколу отрубать. И аргументируете таким образом. А почему нет, а почему нет, а просто вот так вот. Вот так вот и работает мышление у многих людей. Понимаете в чем? Но, к сожалению, когда вы это слушаете, да, и когда говорят вроде бы правильные вещи, не конкретно вы, а когда люди, которые не умеют анализировать такое, слушают, и им говорят вот такие вот вещи, они такие, главное, если эти вещи правильные, они это прослушивают мимо. Типа, о, ну нормально, ну хорошо, ну прикольно, ну бывает, да. Ну типа, ой, там любовь, рай, прекрасно. А, вроде говорит филолог, хорошие, интересные вещи, там про великие темы, про любовь, про судьбу, там про всё, всё хорошее, доброе и светлое, говорит. Можно даже не анализировать. Неважно какой тезис, главное, что он правильный, названо там два великих персонажа замечательных, всё, закончили. Закончили, поехали дальше. Прелесть-то этого, что этот роман Фильетон породил, например, Чарльза Диккенса. Этот роман Фильетон породил человеческую комедию Бальзака. Ну хоть немного нас. Этот роман Фильетон во многом породил Достоевского. Не случайно Набоков упрекал Достоевского вот за эту страсть к аффектированному роману, так сказать, к роману на потребу публики. Романы Достоевского писались с коленки многие. Это мы сейчас возвели его, так сказать, а там огромное количество стилистических ошибок. Да, согласен. Современники не все восторгались его творогом. Правильно делали, что не все восторгались. Достоевский довольно писатель любителя на самом деле. Вообще сам факт того, что нас заставляют любить Достоевского и уважать, это скорее недостаток нашей современной культуры. Достоевский, в принципе, не худший автор и вполне нормальный, и интересный даже автор. Но некоторые пытаются добиться тотальной любви у других людей, чтобы у Достоевского были. И так далее, и так далее, и так далее. То есть почему-то хотят очень высоко возвеличить Достоевского и даже назначить его чуть ли не самым лучшим писателем в мире вообще-то, что уже вообще категорически спорно. Но, на мой взгляд, он очень на любителя и очень под настроение. Под очень определенные настроения. И под очень полезные, наверное, настроения. Ну все, правильно, Андрей, берем их, все готово. Обоснование готово, конечно, какая проблема. Не, серьезно, Достоевский, на мой взгляд, еще и очень болезненный автор. В том плане, что он передает довольно болезненные состояния обычно. У него очень такая мрачная литература, такая шизофазичная даже. Вот эти вот всякие вот высказывания разные, не к месту, иногда появляющиеся. Они интересные, но они хорошо зайдут человеку не в совсем здоровом состоянии ума, так скажем. Немножко поехавшему. И, честно говоря, да, лучше обычному человеку Достоевского вообще не читать. Как и, например, Кавку лучше не читать. Не делает их плохими писателями. Это не делает их плохими писателями. Но я, честно говоря, не советовал бы Достоевского большинству людей. Вот прям большинству людей. Это тяжелая литература, это тяжелая литература не для всех. и не потому что она очень умная такая вода мега разумная классная потому что она психологически до давит очень сильно на людей честно говоря может активировать какие-то проблемы ну да достоевский плюс ко всему еще не лаконичен как и кавка кстати тоже не лаконичен приходит когда сын жареного лучше самого жареного в том плане что он помягче хотя бы тоже литературный догма тик но у него характер поменьше помягче хотя бы сам-то жаренов это очень жесткий дед очень убежденный в своих в общем-то позициях хотя с одной стороны он и много знает но эти знания как всегда знаете ли они никуда ну в итоге во время выводов они никуда не годятся почему-то это у большинства людей тогда то есть у нас есть не биологи и физики химики шизики и литературоведы религиоведы хуеведы говноведы у них вроде политики да у них вроде бы факты они знают в своей дисциплине а вот выводы делать не умеют к сожалению они из фактов делают абсолютно ложные выводы и делают выводы там где вывод сделать еще нельзя достоверный к сожалению такое очень часто встречаются причем это специализация очень часто придает им высочайший уровень уверенности в своих тезисах да то есть фактов то я много изучил вот я эрудит вот я ссылаюсь тут на витгенштейна здесь отсылаюсь на кавку там здесь отсылаюсь на достоевского я могу ссылаться на кого угодно бесконечно а следовательно мои выводы истины да вот как то вот так вот это выглядит хотя сама процедура изготовления этих выводов но на поверку оказывается вообще нулевой то есть несмотря на то что жаренов как вообще многие специалисты во многих других дисциплинах они знают огромное количество фактов они не умеют делать банальные выводы то есть вы в этом плане получается что вы вот человека который на улице ходит и ничего не знает о той или иной специализации например о литературе политики и биологии может оказаться ничем не хуже чем вывод глубоко ориентированного специалиста то есть какой человек с улицы может высказать более объективную позицию по поводу пушкина того же чем жаренов допустим ну просто потому что такое может быть жаренов у него плюс к своим вот этим вот фактом которых он знает действительно очень много человек колоссальный эрудированный мое почтение вот у него к сожалению нету умения нормального вывода делается это грустно это печально это абсолютно 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 нехорошо наверное к сожалению он не признает что он неправ он не признает что неправ потому что тут еще и высокомерие специалиста заиграет в нем да он скажет это кто ты кто вы такой вы же в литературе никуя не понимаете я прочитал все книги в мире я там читал всю классику а вы не читали да я не считал да я дилетант данном случае но я сейчас показываю что форма суждений того же жареного она крайне проблематично не читал все книги в мире а 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